К ней примыкают дополнительные конструкции, несущие конструкции, да, то есть арки, скорее всего, подпорожные арки, которые уже держались вверх. А они, им лень вообще выводить отдельно предел, вот, как-то вот пристраивать. Они вставляют, буквально прикладывают к углу основного объема, южную стенку предела делают коробкой, им достаточно, потому что они уже что-то такое думают. То есть северная стена нормальная у предела, а южная, вот, она оборвана. То есть люди это очень практичные, они понимают, что эта стена достаточно мощная, она выдержит распор подпорожных арок, переброшенных от северной стены. Вот основание кладки пошло, скорее всего, под солью. Солья это такая ступень, вот, где-то алтарная преграда, скорее всего, она монтировалась где-то вот тут. А это основание под солью, то есть они встали на ступень, дальше алтарная преграда. То есть ребята играют, играют. Потом мы находили такие трапециевидные блоки мощные. Вполне возможно, чтобы внизу стена была квадратная, а выше она имела маклограненную форму. Ну, чтобы арку легче организовать, переброс арки. Или вот, например, вот здесь. Здесь, скорее всего, была часовня, где-то в 18-19 веке сделана. Это основание часовни поздно. Она примыкала к этому углу. Мы вскрывать не будем, потому что все, что было погребено, он стоял сверху, скорее всего. Ну, в грабу там, ну, какая-то фамильная часовня была. А здесь мы решили, думаем, поднять, не поднять. Потом я решил оставить, как некий фрагмент разрушения храма. То есть, видите, лежат блоки, они отсюда. Их можно, конечно, почистить и вернуть, но пускай это лучше сделают в процессе производства реставрационного.